Здравствуйте! Мы продолжаем нашу передачу с новым экспертом. Сегодня у нас в гостях эксперт в области правовых вопросов Степакова Елена Анатольевна. Здравствуйте! Сегодня мы собрались для того, чтобы поговорить, как обычно Елена Анатольевна, по правовым вопросам, по экспертизе в области права. А именно, хотелось бы с вами поговорить сегодня и выяснить такие проблемы, как учредительные документы. Почему? У нас практически везде кругом юридические лица, индивидуальные предприниматели занимаются любыми видами деятельности. Но, когда у нас возникает какой-либо вопрос, мы сталкиваемся с тем, что вид деятельности не соответствует уставным целям. Вот, что вы могли бы сказать по вопросу, как себя обезопасить в данном случае? Как правильно зарегистрировать свои юридические документы, чтобы не ошибиться? Я думаю, что просто наш разговор будет интересен в основном для юридических лиц, либо для индивидуальных предпринимателей. Ну и как следствие уже это физические лица, которые потребляют наши услуги, услуги юридических лиц. Потому что тоже немало. Да, конечно. Что вы могли бы сказать нам по этому вопросу? Ну, во-первых, хотелось бы отметить, что очень часто наше законодательство изменяется. И часто юридические лица, не все, особенно небольшие компании, они не имеют в своем штате юристов. Ну, как бы не считают нужным, не считают возможным. Особенно индивидуальные предприниматели, понятно, что как бы не все обладают, да, юридическими познаниями. И вот это вот отслеживание законодательства, да, для них не представляется возможным. Как правило, необходимо очень часто вносить изменения в учредительные документы, в уставы, то есть, так сказать, догонять изменения в этом законодательстве. Очень часто люди этого не делают. в силу просто незнания, что там произошли какие-то изменения. Ну, как недавно было видно, когда печать необходимо внести в учредительные документы. Она до этого не вносилась. И если об этом не следить, об этом не знаешь... Не знаю, да. Потом окажется в какие-то проблемы, придет какая-нибудь проверка. Что у тебя юридическое лицо не обладает печатью вообще? Да. Потому что в учредительных документах это не прописано. Да. Так же, допустим, что касаемо соответствия деятельности, да, в уставе прописаны виды деятельности, определенные там, не знаю, строительство, торговля. А люди берут и начинают заниматься, я не знаю, ресторан решили открыть. А в учредительные документы не внесли, что... И по окладам они не соответствуют. Да. То есть, и, опять же, это все, и налоговая проверяется обязательно. Обязательно нужно вносить все эти изменения. Лучше лишний раз сходить в налоговую инспекцию, да, и подать заявление. Это не так уж и сложно. Вот. А для того, чтобы выяснить, в порядке ли, да, учредительный документ, имеются ли все необходимые протоколы, правильно ли составлено уставов, соответствует ли законодательство. Потому что очень часто бывает, что люди как составляют устав? Ну, не хочется им платить деньги, там, специалисту какого-нибудь. Взяли, скачали с интернета. Поменяли. Название. Название поменяли. Все хорошо. Директор там... Устав готов. А соответствует ли этот устав вообще текущему законодательству, да? Когда, какого года его вообще выложили в интернет? Никто не знает. Соответствует ли он вообще вашему виду деятельности, да, все ли там прописано, то есть, как правило, ну, очень часто бывает такие ситуации. Вот. Опять же, когда мы, люди работают с юрлицами, с контрагентами, мы также должны знать, имеют ли право, да, другое юрлицо, и физлиц это касается. То есть, заниматься юридной деятельностью. Да. Или вообще не имеют право заниматься юридной деятельностью. Ваши последствия тоже могут быть, да, это все. Вот, поэтому, каждое юридическое лицо вправе, да, собрать в кучку те документы, которые имеются, обратиться к эксперту, и эксперт вообще даст анализ тому, все ли документы имеются, да, потому что очень часто им не хватает каких-либо протоколов. Да. О, это вообще проблема с протоколами. Да. Юридические лица, особенно первичные, да и бывает, и вторичные тоже преобразования юридического лица, не знают, какие необходимы документы. Да. именно корпоративные документы. У нас почему встает вопрос именно в корпоративных вопросах. Корпоративные вопросы затрагивают именно юридические документы, регулирующие деятельность организации. Да. И в данном случае это разные формы, во-первых, разные формы. ООО, это может быть. ООО, вообще это сейчас ООО, сейчас ООО, сейчас ООО, сейчас уже поменяли. Поэтому это вообще огромное количество. Разный уставной капитал, да, мы смотрим, кто является учредителем, иностранные лица, либо… Да. Где публикуются, где публикуются сведения об акционерах и об уставном капитале? Какого размера? Деньги или имущество? Это все именно. Где публикуются сведения об общем собрании акционеров? Как ведется реестр акционеров? Это очень вообще огромный документооборот, по которому существуют отдельные юристы. Да. Именно юристы по корпоративному праву. очень мало обращений. Но когда сталкиваются с пенсионным фондом, когда виды деятельности не соответствуют акведам, выбранным в документах, тогда возникают огромные вопросы. В том числе и с налоговыми. Собои с налоговыми, с теми же самыми Роспотребнадзором, с папулатурой, с чем угодно. То есть это достаточно серьезный вопрос и им нужно уделять большую внимание. Можете ли вы применить этот налог или нет? Сейчас у нас очень много юридических лиц применяют упрощенное системное налогообложение. А в какой момент они имеют право применять ее, начать применение данное системное налогообложение? Ведь ее же тоже два варианта. 6% это доход и доход минус расход это 15%. Поэтому очень много вопросов возникает, в которых в принципе есть прекрасные юристы, есть. Но необходимо все-таки обращаться к юристам, специализирующимся именно в данных вопросах. Поэтому проведение экспертизы необходимо. Вопрос в том, что очень часто имеют в штате юриста, но он либо чего-то не знает, либо просто не выполняет добросовестно свои обязанности и в итоге… А потому что он следит на зарплате. Да, в итоге генеральный директор будет отвечать, да? Да, ответственности несет. Обращаясь непосредственно за экспертизой каких-либо учредительных документов, правильности оформления документов при регистрации, либо при каких-либо внесении изменений в учредительные документы, вы подписываете договор с юридическим лицом, который несет ответственность за действия своего работника, в том числе и материальную. Обращайтесь, пожалуйста, мы всегда вам поможем, всегда проконсультируем, если необходимо, посмотрим ваши документы, проведем для вас необходимые исследования, экспертизы. Ну и как-то, я думаю, постараемся облегчить, помочь вашу жизнь, научить вас и ваш персонал, вашей организации внимательнее относиться к своим обязанностям и к документам, которые они ведут. Спасибо большое, Елена Анатольевна. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok